Бизнесмены довольны работой переговорной группы, работавшей над договором о создании Евразийского экономического союза. Об этом в ходе заседания общенациональной коалиции демократических сил Казахстан-2050 сообщил первый зам председателя правления нацпалаты предпринимателей Рахим Ошакбаев. По его словам, 90% предложений делового сообщества были учтены и включены в официальные позиции страны. Кроме того, вы знаете, что неоднократно нацпалата поднимала вопросы ограничения доступа на рынок России. То есть это вопрос не сколько негатива самой интеграции, а именно вопрос того, что национальные регуляторы не соблюдают те условия интеграции, о которых договорились. И здесь тоже в институциональной части прописана возможность, в том числе национальной палате предпринимателю, полномочным органам, напрямую подавать в суд Евразес. И опротестовывать действия российских госорганов, если они чинят препятствия. У нас был такой принцип, если национальная палата выступает против, мы этот вопрос вообще не обсуждали, пока мы не договаривались. Поэтому раз мы говорим, это создаем экономический союз, а раз экономический союз, это должно быть в интересах наших предпринимателей. Также первый вице-премьер подчеркнул, что Евразес это исключительно экономический союз, о политическом альянсе речь не идет, и разговоры о создании единого парламента и введении единой валюты безосновательны. Он также отметил, что интеграционные соглашения не коснулись вопросов обороны и социально-гуманитарного направления, зато создают хорошие условия для развития многих отраслей экономики. Вместе с тем, по мнению участников заседания, создание Евразес нужно расценивать не как панацею, а как стимул. Вступление в Евразийский экономический союз не означает автоматическое решение всех проблем нашей экономики. Интеграция прежде всего создает условия для наращивания выпуска товаров, услуг. Для того, чтобы занять ниши на рынке АЭС, казахстанский бизнес должен наращивать производство, увеличивать ассортимент, повышая качество продукции. Важно, что основные выгоды получат простые потребители в каждой компании.